Звучит музыка До сих пор ракеты Хамаса причинили ущерб лишь имуществу граждан. В Газе число убитых перевалило за сотню. Многие из них – мирные граждане, женщины и дети, которые погибли в результате ущерба нанесенного инфраструктуре, пишет издание. Руководители страны и в первую очередь премьер-министр Беньямин Нетаньяху все еще не в состоянии внятно разъяснить цели операции. Атака продолжится до тех пор, пока не воцарится затишье, заявляет Нетаньяху. Министр иностранных дел Авикдор Либерман предлагает идти до конца. Иными словами, оккупировать газу и взять сектор под итальянский контроль. Другие министры предлагают еще ряд идей – захватить сектор и передать бразды правления Абу Мазену, создать в Газе палестинскую армию по модели армии Южного Ливана, перечисляет автор. Все эти идеи являются плодом бурного воображения членов кабинета, и их реализация приведет лишь к еще большему обострению ситуации, уверено издание. Французский ресурс «Атлантика» рассказывает о том, как и кто пытается вытеснить Францию из Африки. Цитата. Франция «Африканская республика» является источником сериала. «Серьезных разногласий Франции и Китая. Интересы французских компаний в стране очень малы и не могут послужить причиной серьезной ссоры с китайцами», пишет завершение корреспондент. «Американ журнализм ревью» публикует статью «Урок для журналистов», в которой рассказывает, как сайт Storyful проверяет правдивость сенсационных новостей. «Сайт Storyful продает доверие, а новостные организации его покупают. Эта компания, учрежденная в 2010 году в Дублине, специализируется на том, что доказывает или опровергает подлинность видеосюжетов, которые распространяются в социальных сетях со скоростью лесного пожара. Заявляет корреспондент Кори Блэр и подробнее останавливается на деятельности сайта. Storyful выясняет три основных момента при проверке контента социальных СМИ. Дату, место и личность человека, разместившего материал. Компания анализирует видео, погоду, бросающиеся в глаза объекты местности, звучащие фоном радиопередачи и прочие, кажущиеся маловажными детали. Они могут стать важными подсказками при проверке подлинности контента», — отмечает журналист. «У нас есть три главных цели. Как можно раньше обнаружить контент, проверить его по самым требовательным и строгим стандартам, а затем передать его нашим клиентам. Крупные новостные средства массовой информации, такие как New York Times, Yahoo и ABC, ежемесячно вносят плату за подписку, чтобы иметь доступ к нашей ленте новостей», — передает издание слова репортера Storyful Меган Спешия. Storyful дает следующие советы и подсказки по установлению подлинности видео. «Во всем сомневайтесь, не верьте авторитетным источникам. Если есть возможность, поговорите с человеком, скрывающимся за аккаунтом. Ну и, наверное, самое важное, не будьте глупцом», — подводит итог корреспондент. «Игра в Oculus Rift практически уничтожила меня», — признается автор Wired Magazine, Крис Коллер. «Я прижимаюсь спиной к стене заброшенной космической станции, медленно крадусь по проходу, постоянно оглядываясь, ожидая появления опасности с любой стороны. Неужели это оно? Неужели демо-версия игры Alien Isolation с поддержкой Oculus Rift заставит меня сорвать с головы гарнитуру и в ужасе бежать из комнаты», — недоумевает автор. Эта игра, представленная в 2014 году на выставке E3, оптимизирована под шлем виртуальной реальности и основана на хорроре, который выйдет на ПК и других консолях 7 октября. Эта демо-версия стала еще одним убедительным доказательством того, что гарнитура Oculus Rift способна усилить эффект присутствия настолько, чтобы превратить фантазию в реальность, — пишет завершение автор.